Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами Петр Ломонос. Мы поговорим о том, как замочить семена важных культур в картофельном соке. Почему это интересно и почему это вас должно заинтересовать? Каждый год вы бьете с рассадой. Рассада у вас из тех же помидор, перцев, какая-то растет сочная, некрасивая, худая. А хочется иметь рассаду хорошую, коренастую, крепкую, темно-зеленую. Все это нам поможет добиться обработки семян в картофельном соке. Как делается? Технология очень простая. Если просто начереть картофель и получить сок, это будет не то. Мы картофель, для того, чтобы пробудить его как бы бактерицидное свойство, усилить и, соответственно, сделать более полную отдачу питательных фишечей с различных элементов, значит, мы картофель заморозим. Заморозим картофель. Есть у вас мороз, можете морозить на улице. Вынесли, ночь на морозе побыла, ваша картофель смерзла, заносите в дом. Оттаивает, начинаете натирать на терке. Нет у вас мороза, такое тепло стоит, это тоже не проблема. Две картофельные, вы найдете место в морозилке. Положили в морозильную камеру, ночь подержали, у вас мороженый картофель готов. Далее этот сок отжимаем, отжимаем этот сок, вот в этом соке мы будем мочить семена. Сразу предвижу ваш вопрос, а можно ли этот сок разбавлять водой? Ни в коем случае. Почему нельзя разбавлять такой сок водой? Потому что, наверное, не все знают, даже многие не догадываются, что вода у нас в природе существует в двух видах, в органическом виде и неорганическом. Органическая вода, вы ее видели, она находится в корнеплодах, в листьях, в плодах, например, в тех же помидорах, огурцах, в тех же фруктах. Это вода органическая, то есть живая. А вот эта вода, которая у нас идет в ручьях, в реках, даже снеговая вода и вода из-под крана, эта вода уже неорганическая. Так вот, что в разнице между органической и неорганической водой? Органическая вода быстро упитывается всеми живыми организмами, в том числе и человеку. Вот почему нам всем рекомендуют пить натуральные соки, потому что они очень быстро усваиваются. А уже с обыкновенной водой это усваивание проходит как-то медленнее. Вот почему семена замачиваем именно в этом неразбавленном соке. Что можно замачивать? Практически можно замачивать все семена. Но наиболее яркий эффект и наибольшую отдачу урожая, до 40% урожая повышается, это у пашленовых культур. То есть у баклажанов, у перцев и помидор. Значит, баклажаны и перцы, и помидоры выдерживаем 6-8 часов, от 6 до 8 часов. Ну, помидоры, еще некоторые любители выдерживают и 12 часов, но не более. Опустили картофельный сок, ну, конечно, для того, чтобы не ловить в картофельном соке ваши семена, мы берем какую-то марлечку, в эту марлечку семена заворачиваем, опускаем картофельный сок и выдерживаем нужное время. Выдержали, достали, подсушили для того, чтобы ваши семена не шлепались, и после этого высевайте. Семена напитаны различными элементами, взойдут очень быстро и дружно. Рассада будет коронастая, темно-зеленая, и она будет устойчива к болезням. Болезни ее не будут повреждать. А это связано с тем, что картофель на роду с различными бактерицидными свойствами, которые он имеет, этот сок картофельный, он имеет различные элементы. И калий, и кальций, и железо, и фосфор. И вот весь этот комплекс как раз повышает устойчивость нашей рассады. Вы раз попробуете, вам понравится, не пожалеете. Вам хороших урожаев, способ очень доступный. Во-первых, и он бюджетный очень, как бы не затратный способ. И в то же время, это тот способ, который у вас всегда под руками. В любое время вы его можете сделать. Особенно у нас, в Белоруссии, где картофель есть на каждом столе. Вам хороших урожаев, и применять этот опыт на своих подоконниках при выращивании рассады. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова